Страшные тайны Урала 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 Да, да, да. А, кстати, отлично, спасибо за этот сказок. Есть такая тема про князя Кутинского. Был такой человек, звали Сергей Аликин, может быть, вы слышали, если звали Аликин и так далее. Это реально существовавший человек. Он, правда, достаточно такой загадочный тип, то есть непонятно, откуда он взялся, непонятна его биография, то есть разные-то версии есть. Он сам всем рассказывал совершенно разные вещи. И он еще любил присочинить. То есть, когда он говорит, что вот я тут нашел пещеру, там 5 километров длиной, там озеро какое-то невероятное, то мы уже к нему стали относиться скептически. Тем не менее, вот по аэросъемкам в гугле, вот такой один Саша Беспала, турист из Северо-Уральства, он обнаружил на одном фото такой кругляшок. И действительно, он слышал, что этот Аликин рассказывал про это озеро, что он где-то бродил и совершенно в глухой тайге нашел озеро, которое лишено всякой логики. То есть оно расположено на склоне горы, то есть непонятно. И вот мы достигли этого озера, оно в самом деле, оказывается, существует. И получается, что Аликин, может быть, он и не врал вообще. То есть тогда есть некая пещера, 5 километровая, и там залежь и еще всяких там ценных вещей. Вот, и действительно, почему это имеет отношение, может иметь, к метеоритам, потому что сразу мне специалисты говорят, вот это астроглема, такое словечко. То есть астроглема, это космическая, глема, по-моему, это рана. То есть космическая рана, нанесенная Земле. И действительно, ну, может быть, там другого происхождения этого озера, ну, трудно представить. Потому что там действительно пологий склон горы, который называется каюк, симпатичный, вот это штука какая-то упала и создала... Оль, может такое быть? Можно. Вот, видите, все согласовано. На первый взгляд. А, то есть там его надо рыться, там может он обязательно на дне лежит. А там никто это... Нет, не обязательно на дне, выбросы, вот их бакой структуры там. О том-то и дело, что здесь есть карта, все подробно. То есть до этого там какие-то... Сейчас всплывают какие-то люди, которые говорят, что это мы все знали, это мы тут ходили. Вокруг все истоптали вокруг него, но... Не знаю, мне говорят, упомяни такого, что он видел это озеро в каком-то девяностном году. Ну, я как автор, конечно, я мечтаю, что она будет переиздаваться, тогда я упомяну этого человека, который видел это озеро там девяносто-каком-то году. Ну вот, собственно, и все. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием отвечу на это. Вот мы смотрели на оглавление, там какой-то телец, какого-то какой-то, то есть есть какие-то более древние и досовременные. Да, да. Последние это метеорит, я правильно понимаю? Да, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге. Сулкина, там, она вообще называется «Тайной Немьянской башенью», но здесь я просто, ну, вкратце их описал, или, так сказать, немножко пересортировал. Вообще задача такая, чтобы напомнить людям, насколько здесь много всяких интересных, коринственных и загадочных вещей. Вот, и действительно, там каждому очерку соответствует какой-то год. Ну, здесь немножко где-то условно, то есть, там, допустим, ну, Немьянская башня 1725 год, когда она строилась, там, допустим, ну, Челябинский, я ведь, понятно, в 2014, тут ничего другого не сделать. Ну, а иногда, вот там, Князь Кутинский, 1954 год, это год, когда он там поселился. Ну, то есть, иногда вот это, ну, спорно. Иногда, допустим, вот это «Проклятие золотых ворот», какое название, это тут датировано в 1995 году, ну, это чисто вкусовщина, я первый раз сам его бы нам услышал. Вот, ну, поэтому, ну, так что, вот, если какие-то даты, вот, будут непонятны, ну, где-то в тексте все равно есть ответ на них. Так, из этих тайн, вот, что вы в дальнейшем собираетесь прорабатывать, изучать? Ну, так, какие тайны? Ну, просто здесь по каждому, в той или иной степени, по каждому можно, может быть, такое-то продолжение исследований, появление новых фактов, и, в общем-то, практически по каждому что-то может быть известно новое. То есть, вот, если действительно, как бы, писать снова, то, безусловно, появятся какие-то новые факты. Я вообще жду замечаний, потому что это, понимая, тоже идея немножко спровоцировать публику, если где-то что-то кому-то непонятно или неясно, или он не согласен, но они будут возмущаться, а это очень интересно, и вот в этом, в этой дискуссии, о чем-нибудь, можно еще, может еще что-то родиться. Ну, кроме того, что можно усовершенствовать данные темы, у меня еще примерно, там, 5-7 тем неосвещенных. Ну, то есть, они остались в запасе, потому что, ну, либо, ну, либо я просто остановился на круглом числе 20, либо у меня слишком мало информации. То есть, если, вот, вы, допустим, у кого-то какая-то есть тайна, то интересных нет. Вот, допустим, шильдерский идол, я считаю, не страшный. Вот это, это, шильдерский идол, это тайна, она страшная, она большая, но она не ужасная. Вот, у меня нету ее. Я ее, вот, отлично, надо записывать, шильдерский идол, он у меня не освещен никоим образом. То есть, это можно, видимо, разбивать. У нас НЛО сбивали где-то на территории, да, потому что у нас кончится. НЛО, у нас на территории сбивали летчика-шпиона Фрэнсиса Пауэра, и при этом сбили нашего еще, летчика Сафрона Сергея. Вот, 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 что мне известно о пострельбе над нашим городом. Ну, я рекомендую, да. Вы можете ее приобрести, я вам уже не извиниться, я не могу ее разгореть, потому что тут она на условиях, ну, близкого к кредиту издана. Поэтому мне нужно вернуть деньги тем, кто ее финансировал. Вот она стоит 500 рублей в магазине «Книжный мир» или как он называется? «Дом книги» на Антона Валика. Там она стоит 954 рубля. Я потратил примерно 15 минут, я ему пытался понять, как формируется эта цена. То есть, ну, у меня есть версия, но у меня все равно на нескольких рублей не стоит. Да, это не бывает еще. Вот 21-я «Шибирский идол», а 22-я – это тайна книжного ценообразования. Я вас благодарю за внимание. Если кому-то будет интересно, я буду рад. С вами будет. Продолжение следует...